А сегодня выступит Юлия Владимировна Синьокая, доктор философских наук, заместитель директора института философии с очень интересной темой, Толстой и Ницше. Вам слово. Спасибо. Добрый день, дорогие коллеги. То, о чем сегодня я буду говорить, видимо, вызывает некоторое недоумение, потому что Толстой и Ницше, люди, наверное, скорее противоположны. Первая коннотация, которая возникает, естественно, Толстой — это мыслитель, проповедник добра и Ницше, злой демон, с именем которого в мире, может быть, в меньшей степени, чем в нашей стране, связывали проблему зла. Тезис моего сегодняшнего выступления состоит в том, что я вижу больше сходства у этих двух писателей, нежели различий. И буду рада, если вы мне возразите. Прежде всего, я хочу сказать, что тема сопоставления философии творчества Ницше и Толстого, собственно говоря, имеет свою предысторию. И начинается она с момента знакомства отечественной публики с творчеством Ницше. Произошло это в конце XIX века. Известно, что одна из первых публикаций неанонимных до, собственно говоря, 1892 года был ряд публикаций переводов Ницше, не имеющих автора. А вот первая большая публикация в журнале «Вопрос философии и психологии» была издана в 1892 году. Ее автор Василий Петрович Преображенский, человек очень талантливый переводчик на русский язык Спиноза и Шопенгалера. Но, к сожалению, ран уже 36 лет он умер, и так вот, какое-то мистическое совпадение. И умер он в один год с Ницше в 1900 году. Это первый, ну не знаю, букуляризатор или первый проводник творчества Ницше в отечественную культуру. Вот в своей статье, которая называлась «Критика морали и альтруизма», он дал свое видение концепции, этической концепции Ницше. Причем дал очень сочувственно. Приводится большое количество цитат, переведенных им самим. И попытка была весьма удачная, на мой взгляд, представить Ницше как человека, живущего в философии, не отвлеченного мыслителя, а экспериментатора, рождающего свои мысли и собственной жизни. Причем это был текст отчасти такого метафизического плана, отчасти дистанциального, потому что впервые связывается жизнь, ну в нашей стране на русском языке, впервые была попытка сделана еще и сразу же связать перипетии судьбы Ницше, его болезни с его идеями, показать, что это не какие-то отвлеченности и умствования, а выстраданные максимумы существования человека, находящегося в пограничной ситуации трагедии. Ну и эта статья была освобождена небольшой лицензией журнала, где говорилось, что взгляды автора не совпадают со взглядами издателей этой статьи. И в следующем же номере в 93-м году сразу было опубликовано две статьи, даже три статьи Николая Яковлевича Грунта, собственно говоря, издатель журнала «Вопрос философии и психологии», статья называлась «Нравственный идеал нашего времени», статья Астафьева и Лопатина. Все они были сугубо отрицательными в отношении Ницше, практически заклинили его как проповедника зла, как проповедника язычества, как человека, разрушающего моральные устои в личностном плане, в плане организации государственной. Ну и, собственно говоря, вот эти вот републикации, наверное, можно считать такими архетипическими для восприятия Ницше последующие десятилетия. То есть весь конец XIX века вот был задан прочтение Ницше как антигероя, как угрозы традиционным ценностям европейской культуры, истине, добре и красоту. То есть вот эта Кантовско-Декартовская, Батоновско-Кантовско-Декартовская триада представлялась под угрозой разрушительных сил у плача на Ницше. Потому что, ну, понятно, что он не такой атлант, чтобы разрушить классическую европейскую культуру, но, тем не менее, из-за того, что приходит новая культурная парадигма, это очевидно, старые ценности, классические ценности не имеют под собой твердой почвы, очевидно, что вот почему так случилось, дается анализ в этих статьях, и Ницше как выразить. Ну, и почему я так подробно на этом устанавливаюсь? Вот восприятие Ницше толстым, собственно говоря, очень ярко в эту парадигму вписывается. Я посмотрела свое время очень внимательно, и, на мой взгляд, очевидно, что Лев Николаевич Толстой читал довольно-таки глубоко работы Ницше, он читал «Антихриста», я что, это из дневников и переписки, «Виниологию морали», «Как говорил Заратустра», и книжку сестры Ницше под названием «Как возник Заратустра». Ну, скажу пару слов, я думаю, что это общеизвестная, собственно говоря, информация, что Элизабет Фюстер Ницше, сестра философа, сыграла трагическую роль не только в жизни Ницше, рассорив его с единственной женщиной, которую он любил, Луандре Саламе, но и просто из какой-то сестлинской любви гипертрофированной, которая вылилась в то, что она не хотела, чтобы какая-то женщина еще была в жизни Ницше. Ну, это известная история. Ну, и так же поступила жестко с его наследием, получив право от матери на распоряжение, собственно говоря, наследием Ницше. Она в силу своих взглядов, которые были очень такими консервативно антисемитско-россистскими, она была поклонницей Адольфа Гитлера, известная вещь, что на деньги Гитлера был создан ее архив Ницше, она подарила тройсть философу ему в 1932 году, но все было значительно раньше, но взгляды свои, собственно говоря, она не скрывала никогда, что был причиной раздора ее с Ницше. В свое время он говорил, что стыдится, что у него такая сестра, и всячески, в общем, вел с ней довольно жесткую полемику. Ну, так вот, вот эта книга написана, Элизабет, в общем, достаточно была популярна в России до конца XIX века тоже. Представляю ее трактовку Ницше, то, что потом использовали национал-социалисты в ее интерпретации. Тут можно, это своя большая тема, насколько Ницше повинен или не повинен в том, что его использовал национал-социализм немецкий, но очевидно, что использовали в основном те дописывания и тексты с теми купюрами, которые Элизабет в свое время внесла в его тексты. Ну и первое упоминание. Да, Толстой читал Ницше в 90-е годы, это очевидно, вот в письмах видно, что с 93-го года он пишет о Ницше. Но, собственно говоря, оценки крайне негативны. Вот в этой парадигме неприятия классическим идеализмом Ницше в конце XIX века. Вот, например, кстати, что такое искусство, это было первое официальное упоминание его имени и характеристика. Он пишет о том, что в сущности идеал Ницше, идеал сверхчеловека, кстати, что такое искусство, речь идет о сверхчеловеке, в сущности старый идеал Нерона, Сеньки-Райзина, Чизбисхана и Наполеона. Дальше есть такая фраза, что Канта уже никто не знает, знает Ницше. То есть это вот септом определенного вырождения нравов и культурного вырождения. Главное обвинение, главное неприятие Леонидовича Толстого в отношении Ницше заключалось в тезисе, что он заместил идеал нравственности, идеал красоты. Но красота — это наслаждение, прежде всего, для Толстого, что было совершенно неприемлемо. Я вот прочитаю, даже была такая курьезная ситуация. В 1902 году, 14 сентября, была опубликована в австрийской газете «Дитсайт», заметка Толстого, вот такого содержания. В последнее время я все чаще и чаще с разных сторон вижу не только признаки озверения людей, но слышу восхваления о таком озверении, пишет Толстой. Главным рукователем и восхвалителем такого озверения является полусумасшедший, да безумие самоуверенный, неосновательный, ограниченный, но гойкий на язык Ницше. Так что я, восходя от следствия к причинам, невольно был приведен к Ницше и вновь причел, хотя и с великим отвращением этого странного писателя. А мне бы очень хотелось выразить хотя бы в небольшой статье то, что я вывела из этого чтения. Но мы знаем, что несмотря на то, что Лев Николаевич прожил достаточно много лет после этой заметки, никакой специальной статьи о Ницше нет. Однако вот в том же втором году в одном из писем он пишет. Три модных философии на моей памяти. Гегель, Дарвин и теперь Ницше. Первый, Гегель, оправдал все существующее. Второй, Дарвин, приравнен к человеку-животному, оправдал борьбу, то есть зло в людях. Третий, доказывает, что все, что противится в природе человека злу, есть ложное воспитание, ошибка. Не знаю, куда идти дальше. Но, в общем, принципиально уничижительные и исчерпывающие отрицательные характеристики. Однако, надо сказать, что вот тут Толстой трайний близок по реакции на Ницше Владимиру Сергеевичу Соловьеву. Вы, наверное, знаете, что у Соловьева есть две статьи, посвященные непосредственно Ницше. Первая называется «Словесность или истина», вторая называется «Идея сверхчеловека». Они обе были написаны в последние годы жизни Соловьева, ушли из жизни Ницше и Соловьев в один и тот же год. И Соловьев тоже постоянно говорит о том, что он читает и перечитывает Ницше. И действительно, его маргинали испечерены выписками из Ницше. И он постоянно повторяет перед смертью, он говорил о том, что он готовится к тому, чтобы написать статью о Ницше, чтобы противопоставить заслон тому разрушительной силе, опасной для культуры классической европейской, русской, для Соловьева, собственно говоря, европейская культура воспринималась как часть европейской. Но этого тоже не случается. Я не знаю, есть ли здесь какая-то мистика, почему оба они, Соловьев и Ницше, и Соловьев и Толстой, так и ничего не написали. Либо же не написали они из других соображений. Читываясь и взглядываясь Ницше, они пришли к выводу, что вот эти вот жесткие характеристики уничижительные не совсем верны. Но вот, чтобы не уходить далеко, я бы хотела прочитать, зачитать цитату из статьи Толстого, из статьи Соловьева «Идея сверхчеловека», очень-очень перекликающуюся с той цитатой, которую я сейчас прочитала из Толстого. Толстого. Людьми, особенно чуткими к общим требованиям, историческая минута владеет не одна, а по крайней мере три очередные идеи, если угодно модные идеи. Экономический материализм, отвлеченный морализм и демонизм сверхчеловека. Из этих трех идей, связанных с тремя крупными именами, Карла Маркса, Льва Толстого и Фридриха Ницше, первая обращена на текущее насущное, вторая захватывает отчасти и завтрашний день, а третья связана с тем, что выступит послезавтра и далее. Я ее считаю самой интересной из трех. То есть вот идея сверхчеловека Ницше. То есть удивительно, да, близость, ну тут, правда, появляется сам Толстой, но попытка выделить трех героев, определивших новую парадигму наступающего XX века, везде Ницше с отрицанием, везде обещание осмыслить и написать. Ну, это вот все, что осталось буквально, те записи Толстовские о Ницше, которые мы имеем. Но сразу же буквально формируется корпус текстов, где Толстой и Ницше сопоставляются. Ну, вот я уже упомянула о второй публикации, такой вот трехименной, Гротта Лопатина и Остапьева в журнале «Вопрос философии и психологии» 1893 года. И там есть статья как раз Гротта, то есть вот редактора, которая называется «Нравственные идеалы нашего времени» о Толстому Ницше. Это вот как бы основание, базис сопоставления этих двух мыслителей. И здесь очень, чем эта статья хороша? Я, признаться, ее перечитала недавно и поняла, что современная критика Ницше, людьми правой ориентации сегодня абсолютно, все идеи черпаются вот из этой небольшой заметки Гротта, один в один. Собственно говоря, основная тезь Гротта заключается в том, я думаю, может быть, я не права, статья это была в 1993 году, если я не ошибаюсь, Толстого получили от церкви в первом году. То есть достаточно большой промежуток. Но перечитывая, приходит в голову мысль, что написана она для Священного Синода, чтобы оправдать Толстого, как бы вот помочь ему не быть отлученным от церкви. Потому что Толстой тут в этой статье провозглашается носителем христианской идеи, выраженной параксилансовым произведением, проповедником добра, проповедником христианской морали, проповедником истинного христианского идеала человека, а Ницше – воплощенное языческое начало. Ницше – это язычник, человек, который, собственно говоря, вот из культуры античной, из культуры возрожденческой взял умствование, то есть рационализацию всего и вся, и вот идею прогресса позже, и вот на идее рационализации мира, на идее прогресса выводит идеал такого человека-зверя, совершенного животного типа, который опасен, потому что абсолютно следует логике формальной, лишен какой-то, не знаю, человеческой доброты, лишен сочувствия, вот как автомат готов уничтожать все ради самовозвышения, ради воли к власти, то есть вот абсолютно, так сказать, все отрицательные патерты здесь собраны. Ну, вот это, кстати, для меня воплощение такого вот противопоставления двух наших героев. Следующий текст очень важный и тоже классический, но совершенно противоположная коннотация – это текст Льва Шестого, который называется «Добро в учении графа Толстого и Ницше». Текст я этот очень люблю, на мой взгляд, он, наверное, знаменует собой первый текст. Да, написан он был в третьем, во втором, если я не ошибаюсь, в 1902 году, и это одна из первых книг Шестого, собственно говоря, вторая его книга, после книги о Шекспире и Брадбесе. И, на мой взгляд, эта книга, наверное, первое представление, такое глобальное осмысление философии Ницше в нашей стране. Ну, если статья Бреображенского берет аспект моральной философии, то здесь речь уже идет о всех практически основных идеях Ницше. Он, типа, Шестого провозглашает идею добра центральной. Наверное, стоит сказать, что в 1998 году была переведена на русский язык первая часть книги Лу Андрея Соломе о Ницше и Ницше в своих произведениях. Это тоже очень важный был этап знакомства отечественной публики с творчеством Ницше, но все-таки это вот переводной текст из как-то и отечественных. Вот, наверное, первый крупный анализ – это у Два Шестого. И здесь происходит в его книге, конечно, сразу понятно, что Шестов против Толстого. Толстого оскорбляет Шестого своей дидактичностью, своей формой назидательной, поучающей. Ницше же ему близок тем, что ни одна из его мыслей не завершена. Все мысли символичны, они открыты любым толкованием. И для Шестого это очень важно. И что делает Шестов? Он говорит о том, что вот, анализируя «Войну и мир», Анну Каренину переходит к книге «Стакой искусства», говорит о том, что кризис наступивших 50 лет не случайен, что такая декларативная отказа Шестого от того, что он писал раньше, все это связано с его жестокосердием, с тем, что он никогда не любил своих героев, что он не любит людей, что он поклоняется рационализму. Здесь уже Толстой обвиняется в рационализме. Ну и вот главная оскорбительная вещь, что один человек учит других, берет на себя право вещания от лица истины, от лица Бога, от лица Евангелия. Это оскорбительно и неправильно с точки зрения философа. Что же касается Ницше, то здесь именно на взгляд Шестого мы имеем дело с настоящей дистанциальной философией, философией, не навязывающей свое мнение, философией, идущей от внутреннего трагизма неразрешенного, внутренней антиномии, выйти из которой невозможно. В основу своего повествования Шестого кладет фразу Ницше о том, что больной человек не имеет права быть пессимистом. И говорит о всех страданиях, которые вылились на долю Ницше, что действительно молодые годы это был очаровательный юноша, который жил по законам добра, много учился, занимался, вспоминает знаменитые «Три превращения» из «Заратустра», Ницше о том, что человек проходит в своей жизни три стадии. Первая стадия – верблюда, когда человек нагружает знаниями, истинами, ценностями, идеалами, до тех пор, пока он уже еле стоит на ногах. Потом наступает критическая стадия, стадия льва, когда человек еще не в состоянии творить свои собственные ценности, но уже начинает критически оценивать то, что ему авторитетно навязывают другие. А потом, в лучшем случае, счастливые люди переходят к стадии ребенка, когда человек свободен, он достаточно знает, достаточно пережил, и свободен ковать свои собственные идеалы, по которым он живет, из себя самого, и делать их, по крайней мере, обязательными для себя, не для всех. Ну вот, и дальше идет представление о жизни Толстого, о том, что Толстой вел жизнь совсем другую. В молодые годы, когда учился в ходе лица Ницше, Толстой вел достаточно свободно сиборитский образ жизни, а потом его жизнь сложилась максимально благополучно, счастливая семья, дети, признание в обществе, высокое социальное положение, достаток. Всего того, что Ницше был лишен в силу своей болезни, у него никогда не было дома, он был обречен на полное одиночество, потому что болезнь, которая постигла его в 30 лет, не давала ему возможности общения, он был практически слеп, его мучили головные и желудочные боли. И, в общем, вот человек в такой тяжелейшей ситуации находил в себе силы призывать людей к оптимизму, давить им надежду, говорить о том, что человек живет ради того, чтобы преодолеть себя нынешнего, ради будущего. Ну и вывод, который делает Шестов, это как бы такой парадигмальный вывод для тех мыслителей, которые сближают этих двух писателей Ницше и Толстого. Вывод о том, что оба они искали Бога, собственно говоря, вот задача творчества того и другого – поиск Бога. И оба они в начале жизни Ницше считал Богом добро, а Толстой приходит к такому столкованию Бога в конце жизни. Но Толстой потерпел фиаско в своих поисках, потому что он ошибся, потому что Бог – это не добро, Бог не живет по законам человеческой морали, он может быть злым, непредсказуемым, и полюбить Бога таким, каким он есть, не идеальным с человеческой точки зрения, может только страдавший человек, понимающий цену лишений, что не испытался у точки зрения Толстой. Толстой и заключительная фраза парадигмальная, что нужно искать то, что выше добра, нужно искать Бога. На этом книга заканчивается. Ну и теперь мне бы хотелось назвать те пункты, на мой взгляд, важные, сродства и народства у Ницше и Толстого, то, что, мне кажется, может послужить роль отправных моментов при сопоставлении творчества того и другого писателя. Ну, прежде всего, общее. В отличие от Льва Шестого, я все-таки думаю, в силу своих знаний о Толстом, что на его долю выпало большое количество страданий, может быть, не так заметных с точки зрения внешней, как в жизни Ницше, но мутренних переворотов, разочарований, падений было не менее достаточно. На мой взгляд, оба эти человека сделали в своей жизни философский эксперимент и решились на определенную дистанцию наблюдения за самими собой и не побоялись обнародовать открытие себе и всегда идеализирующий этот образ. Хотя тут тоже, в общем, можно поставить большой вопрос. Я напомню вам миф из Заратустры. Есть момент в четвертой книге Заратустры, где Заратустры беседуют с инвалидами, с людьми увечными, и потом, рассказать ему о своем учении, начинают говорить со своими учениками. Один горбун подходит к нему и говорит, а почему ты с горбунами говоришь по горбуне, а вот со своими учениками ты говоришь совсем на другом языке. И Заратустры говорит, что да, даже с учениками я не говорю на том языке, с которым я говорю самим собой. То есть для каждого типа людей он находит собственный язык, поднимает те проблемы, которые важны именно для этого сообщества. И дальше очевидно, что Ницше говорит самим собой совершенно откровенно, не так, как с учениками или с кем-то еще. И он, выговоренное самому себе, делает достоянием всех. У Толстого тут сложно судить. Мы знаем, что есть дневники для общего пользования, есть дневники личные. Толстой все-таки не делает, ну, как бы вот не открывает, не обнажает себя полностью для всех. Он тоже ранжировано подходит к тем, с кем он говорит и о чем, но в меньшей степени, мне кажется, обнажая себя чем Ницше. Ну и вопрос основной, в чем смысл жизни и как жить, был важен и для того, и для другого. Собственно говоря, вся философия – это отчасти практическая философия, практически поиск себя. Не столько рецепт, может быть, у Толстого в большей степени это рецепт для других на основании собственного опыта. Ницше же говорит, что он не ждет от учеников, чтобы они следовали его путем. Лучшее, что могут сделать для него ученики – пойти собственной дорогой, ни в коем случае не повторяя его. Если они повторят его, они совершат ошибку. Тогда он плохой учитель, если его ученики не превзойдут его, пойдут его дорогой. Следующая характеристика – это характеристика философ-поэта, философ-писатель. Ну здесь вообще такое удивительное сродство происходит. Почему Ницше был принят русской культурой так радушно, и почему она оставила такой яркий свет в отечественной культуре? Действительно, на мой взгляд, это один из самых сильно повлиявших на русскую культуру мыслителей западных. Потому что манера его излагать мысли сродни писателям, классическим писателям 19-го и 20-го века в России. Потому что в России сложно провести край между философом и писателем. Каждый писатель считает себя в некотором роде учителем жизни. Ну, что очевидно, это Толстовый для Ницше. С другой стороны, такой вот критический ум, билетристичный стиль, парадоксальный стиль, попытка апелляции к личному началу. То есть вот эти все вещи явно объединяют от того и другого мыслителя. Следующий момент, мне кажется, очень важным. Несмотря на то, что и Толстой, и Ницше занимались вопросом этики, Толстой, эстетики и этики Ницше, оба они очень чутко переживали социальные реалии своих государств и чувствовали себя ответственными за людей, с которыми мы бы было жить и участвовали в социальной жизни своих стран. Мы знаем, что Толстой воевал, и его военные воспоминания крайне важны. Ницше тоже, может быть, это не так известно, но Ницше участвовал в франкопрусской войне и был ранен. И вот эти военные переживания для него оказали решающую роль. Их символика, очевидно, в поздних произведениях. Я вот хочу прочитать письмо, которое Ницше написала своему другу в 1870 году. Мне кажется, что оно удивительно перекликает с мыслями о патриотизме Толстого. Достаточно длинное письмо, отрывок, но я его прочитаю полностью. То, в каком состоянии... Да, это вот пишется в тот момент, когда Пруссия, Германия явно побеждают Францию. То, в каком состоянии может в ближайшее время оказаться наша культура, вызывает у меня сильную тревогу. Как бы нам за наши непомерные национальные успехи не пришлось заплатить слишком большую цену в той самой сфере, где я категорически не желаю мириться ни с какими убытками. Скажу откровенно. Нынешнюю Пруссию я считаю силой, которая чрезвычайно опасна для культуры. По руке школьного образования я хотела бы как-нибудь позднее разоблачить публично. С религиозными интригами, которые сейчас словом ведутся в Берлине в пользу католических церковных властей, пусть разбирается кто-то другой. Положение сейчас действительно тяжелое, и нам следует быть в достаточной степени философами, чтобы посреди всеобщего объединения сохранять благоразумие, дабы не пришел в уровень и украл у нас то, что для меня не идет ни в какое сравнение с величайшими военными успехами, и даже со всем этим национальным подъемом. То есть в момент национального подъема военной эйфории страшнее всего лишится идеалов, страшнее всего лишится культуры собственной. И мне кажется, что это очень четко чувствовали и пережили Толстой и Ницше. Следующий момент, сближающий обоих, это определенная своеволия и доверие к разуму. Надо сказать, что даже в изначальных статьях у Грота это очень сильно, очень ярко выписано. Он говорит, что Ницше это моралист-рационалист, а Толстой это... Нет, Ницше это эстетик-рационалист, а Толстой моралист-рационалист. Вот эта вот рациональная подкладка, умствование, аналитичность убивает мысли отчасти. Это приводится в упрек тому и другому. Мне кажется, что это такая вот очень странная вещь. Действительно, оба они сугубо логичны. Но сам Ницше всегда писал о том, что главное в человеке это инстинкт. Невозможно жить разумом. Он живет инстинктами, он живет чувствами. Толстой, в общем-то, пишет тоже об этом. О восприятии мира интуитивно и чувственно. Поэтому мне кажется, что восприятие извне того другого, как законченного рационалиста, говорит о том, что, наверное, гипертрофированная чувственность и эмоциональность может быть всталковано и так. Наверное, в этом и усматривалось лукавство, потому что слишком какие-то вещи были обнажены. Следующий важный момент для меня – это истоки. Известно, что Толстой считал самыми важными для себя философами Руссо и Шопенгавер. И, например, в 15 лет Толстой носил на шее медальон с изображением Руссо вместо креста. Ну, Ницше в это не играл, но, тем не менее, мы знаем, что два мыслителя, которых он называет своими учителями, это Вагнер и Шопенгавер. И сближает, ну, вот, если взять Шопенгавер, человек важный, безусловно, тут речь может идти о Спинозе, которого любил и Толстой, и Ницше, но все-таки Шопенгавер – такая яркая фигура, о которой идет речь у того и другого. И что примечательно, что в молодые годы Шопенгавер был властителем Дума, потом оба они отходят от Шопенгавера, начинают критиковать и выстраивают свои теории против. Если Ницше отталкивается от теории мира как воли и представления, то их берет понятие воли, говорит о том, что оно было неправильно проинтерпретировано у Шопенгавера, и дальше свою антиметафизическую фитамифизику выстраивают для этого. То Толстой привлекает в Шопенгавере его идею альтруизма и пессимизма. И вот сначала привлекает идею альтруизма, потом отталкивает от себя идею пессимизма. Тут тоже есть определенные закономерности, наверное, в складе мыслительном. Последний важный пункт близости Толстого и Ницше для меня заключается в идее ненасилия. Ну, наверное, это может как-то показаться странным, но что касается Толстого, очевидно, что это теоретик ненасилия, один из главных, собственно говоря, давший импульс к поздним концепциям ненасилия. Что же касается Ницше, то определенное количество штампов еще не ижит, к сожалению. В нашей стране больше степени может быть ижит. В других странах, где Ницше пишет больше, говорит о том, что вот он как раз призывал к силе, и говорил о том, что слабого падающего толкни, вот человек должен быть силен. Но если мы не будем вырывать цитаты из контекста, то очевидно, что Ницше говорил о внутренней силе, силе духа. Ну, я не хочу из него сделать абсолютного беззубого и во всех отношениях милого мыслителя. Он сам называл себя динамитом и говорил, что он чувствует как сейсмограф приближающиеся опасности XX века и выражает их в себе, и опасность нигилизма, опасность конца идеалов, смерти Бога и всего остального. Но тем не менее, понимание того, что единственный путь не разрушения, не войны, а определенной гармонии для Толстого отрицающей войну, для Ницше эту войну инициирующей, потому что гармония может прийти только, если наконец созревшие антагонизмы разрешатся, иначе эта гармония будет слишком взрывоопасна. Конечный результат, на мой взгляд, совершенно один и тот же предчувствие катастрофы XX века и попытка, если не предотвратить, то предупредить своих читателей о том, что это неизбежно. Что касается противоположений, они, конечно, тоже есть. Ну, отчасти я попыталась их описать, когда говорила о скотствах. Собственно говоря, в каждом скотстве есть различия в интерпретации. Ну, понимание, например, свободы человека индивидуализма, наверное, и похоже у Ницше и Толстого, и отличается. Но, наверное, самое главное их отличие в интерпретации Бога, в интерпретации, в понимании божественного начала. Да, вот у Ницше есть знаменитый отрывок, тоже из Заратустра, наверное, вы его помните, о том, что вдруг на площади, на рыночной площади появляется странный человек с фонарем и говорит, что он ищет Бога. Все удивляются и недоумевают, что случилось с Богом, что он как малыш потерялся или эмигрировал, или просто прячется от нас. Какого Бога ты ищешь? Он говорит, нет, нет, посмотрите, его нет, потому что мы сами его убили. Наши ножи истекают кровью. Посмотрите на церковь, это ведь могила Бога. Мы убили его, уничтожили, теперь его нет. И как мы будем жить дальше? В общем, вот этот клик, мне кажется, близок и поискам Толстого, просто он выражает это иначе. Ницше не дает какой-то позитивный выход. Толстой пытается создать свою программу, свое Евангелие, свое учение о Боге, заменить Бога, умершего. Ну, что, это, конечно, не какое-то персонифицированное существо, имеется в виду идеалы, классические идеалы, которые потеряли основания, которые не помогают людям. Ницше, например, пишет о том, что пока он был молод и здоров, идея добра его поддерживала и хранила. Но в тот момент, когда он остался один на один с болезнью, в полном одиночестве, ни нравственность, ни церковь, ни мораль, ни просвещение, ни какие-то другие установления человеческие, институты человеческие, культурные, не смогли ему помочь. Они не создали для него тех костылей, на которые он бы мог опереться. И вот от этой безысходности и есть потеря Бога, то есть потеря идеалов, которые вроде бы должны служить человеку в таком вот состоянии абсолютной потерянности и оставленности. Толстой заменяет понятие Бога добро. Не случайно вот та знаменитая, тот знаменитый переворот, который случается, когда он говорит о том, что после знаменитой статьи о переписи населения в Москве, когда он посещает ночлежные дома и пытается сначала просто помогать деньгами людям, попавшим в нищенское положение, потом понимает, что это не работает, практически говорит о том, что нужно самим работать, нужно учить работе, нужно искать добро, нужно проповедовать своей жизни добро, помочь внешне невозможно, нужно переделать свою жизнь и показать собственным примером, как надо жить, когда он проповедует свою идею прощения и занимается трудом физическим. С одной стороны, конечно, не может этого сделать физически, с другой стороны, то, что Толстой выражает в каком-то таком попытке жить органической жизнью, для него возможной в силу физического здоровья, невозможной для них, Шеницша пытается призывать к здоровью, то есть другой путь к здоровью эмоциональному, психологическому, говорит о том, что в любой ситуации, самой безысходной, самой тупиковой, всегда можно найти точку отправления, всегда можно вырасти над собой, что-то улучшить в себе. То есть это, в общем, наверное, два пути прихода гармонии к осмыслению конечного итога и смысла жизни, которые каждый из них дает. Мне кажется, они очень близки, просто они ориентированы на людей, попавшие в разные жизненные ситуации. Ну, собственно говоря, я думаю, что, наверное, будет логичнее, если я пытаюсь ответить на вопрос. Свою точку зрения я изложила, я, в общем, придерживаюсь той версии, что учения Ницше и Толстого, несмотря на то, что каких-то, может быть, ярких фразах, они кажутся противоположными, они очень близки, и смысл их помочь человеку в сложной, пограничной, трагической, безысходной ситуации найти, обрести смысл и продолжать жить дальше. Спасибо, Юлия Вадимовна, за интересный доклад, в котором проведены такие параллели и дана панорама взглядов, которые позволяют нам подумать о сходстве и различии философии и творчества Ницше и Толстого. Пожалуйста, какие есть вопросы, Юрий Владимирович? Когда Куна Фишера, немецкого философа, историко-философии, спросили, почему он не включил в свою книгу главу обучения Ницше, он ответил, что в этом нет необходимости. Ницше – это не философ, он сумасшедший. И у Толстого мы находим очень много похожих оценок. Вот в дневнике 1900 года он пишет, каково же общество, если такой сумасшедший и злой сумасшедший признается учителем. И вот к проблеме безумия хочу обратиться. На самом деле для Толстого сумасшедшим был не только Ницше. Для Толстого… Толстой называл эгоизм сумасшедшим. Для Толстого отражением сумасшедшим была всеобщая воинская повинность, милитаризм, строительство эйфелевой башни, вся современная культура и цивилизация. И в данном случае Ницше, он, видимо, воспринимался всего лишь как представитель, причем довольно-таки яркий представитель вот этого общества, которое проникнуто идеями насилия, вообще самой по себе идеей, что мир можно изменить насилием, что можно что-то построить на вот таком насильственном фундаменте. И для Толстого сумасшествие воспринималось, видимо, не как медицинское явление, это явление социальное, это безумие, это то, что делается без ума, или немецкое ванзим, заблуждение смысла, заблуждение. Это то, что является неразумным. Вот когда вы говорили, что, ну, это вот идея Грота, да, что и Ницше, и Толстой рационалисты, вот мне кажется, как раз Ницше, это как раз представитель яркий вот этого иррационализма, который буквально вот хлынул на рубеже веков отобсюду, изо всех селей. И для Толстого вот это было очевидно. И, наверное, в этом главное различие. — Спасибо большое. Я вот, когда вы стали говорить, я вспомнила, что о модной книге того же времени Макса Нордавова «Рождение». Это вот собрание всех странностей, там, свадьба на воздушном шаре, ну, в общем, какие-то странности, которые казались совершенно не суразными, здесь и стулья о вырождении культурном. Но мне кажется, что вы правы, вот тот же Гротт писал, что формула Ницше «Чем больше зла, тем больше добра», а формула Толстого «Чем меньше зла, тем больше добра», ну, вот, что тут, понимаете, под добром и зломом? На мой взгляд, тут даже в том числе нашествие, это просто Ницше был устремлен в будущее. Толстой в честь и в прошлое. Толстой защищал парадигму классическую. Ницше, ну, я бы назвала это модернизмом тогда, такого слова не было, модерна, концепцию модерна не в смысле классического модерна, а в смысле того, что ценности стали пластичными, все меняется в мире, наступает что-то новое, новые трактовки, новые оценки, новые цели, в конце концов, новые векторы развития. И принять это очень всегда страшно и кажется сумасшествием, любое изменение, потому что вот даже Эфелева башня, даже не один Толстой был против нее, очень не было, целое движение, огромное количество подписей, а теперь это символ, уже классический символ Франции. То есть любое изменение всегда некомфортно, и люди боятся его, это нормально, но потом, если этих изменений не происходит, то происходит действительно развал всего и вся. Единственный способ выжить, это вовремя что-то менять и оставлять то, что может войти уже в классику дальше, иначе все закончится печально, полным хаосом, на мой взгляд. А в отношении рационализма, то есть получается, что это может быть разные трактовки самого этого понятия, что позволяет как-то сближать здесь Ницше и так стопы? Но сегодня Ницше, в принципе, рассматривается как флоссов науки, как, ну, собственно говоря, ну, я бы уж не сказала логик, но он рассматривается как совершенно вот такой рационально мыслящий человек. То есть, конечно, он писал ауфоризмами, там есть, можно давать разные обоснования, традиционная трактовка о том, что он писал ауфоризмами, потому что он был не в состоянии написать связанный длинный текст, но его ауфоризм, во-первых, есть очень длинный, а во-вторых, там очень, очень сложные, это очень сложные, многоплановые, многогранные тексты, я думаю, что это тоже был поиск нового жанра, отход в классическую жанру в большей степени. Но действительно, разные есть классические и неклассические рационализмы, классические и неклассические логики, и действительно, это было преддверие того, что происходило, отход от механики классической, ну, в общем, ну, Ницше, наверное, это такой гибернетический мыслитель, а ньютоновский мыслитель Толстой, но от этого ведь истина не меняется, они сходятся. Спасибо. Пожалуйста, есть еще вопросы? Я могу еще... Да, Юрий Владимирович. Ну, тема-то такая, действительно, бездонная, тут очень много интересного. Это все опять Толстой, вот толстовская цитата, он прочитал чековский рассказ «Дама с собачками». Это все Ницше, пишет Толстой, люди, не выработавшие в себе ясного миросозерцания, разделяющего добро и зло. Казалось бы, при чем тут Ницше? У него есть похожие высказывания о Чехове, которого он очень любил, ценил как писателя, как человека. Чехов, говорил Толстой, человек нравственно нечуткий, тупой. Нет, Толстой очень любил Чехова, он ценил его, и тут без сомнения. Но если нет нравственного стержня, то по Толстому это признак отсутствия всего остального, отсутствия миросозерцания как такового. И синонимом является медшанство. Как это ни странно. Ну тут, в общем, спасибо большое. Эпоха была как раз такой, когда вот это вот… Ну здесь да, здесь еще и эпоха, но и Ницше тоже. Во-первых, вот эти вот характеристики, которые Толстой отдали у Чехова, они абсолютно один в один повторяют то, что Шестов пишет Толстого, так что, в общем, это был в духе времени, наверное. Но надо сказать, что действительно ведь Ницше, что он делает? Он вносит определенную революцию. Если раньше моральные суждения воспринимались до Ницше как раз и навсегда данные, зафиксированные, очевидные в религиозных максимах и моральных максимах, то Ницше говорит о том, что нет навсегда данных идеалов нравственных, что они меняются в зависимости от эпохи к эпохе, в зависимости от контекста. И он разрушает традицию восприятия преемственности моральных идеалов. Он говорит о том, что невозможно слушать авторитеты. Если вы не переживали, если вы не впустили, не переживали, не выковали эту ценность через себя, она для вас мертва. То есть вы находитесь под гнетом авторитета, и это просто надгробие в какой-то мере над вами, а не ваша живая воля и ваше живое желание, ваша живая жизнь. И однако, если ваш собственный личный опыт говорит вам о том, что то, что вообще принято, не так, это вовсе не стоит этого бояться. В этом-то и есть смысл существования человеческого, открывать новые истины, выковывать для себя, как ребенок творит, что мир играет, как мы творим свои истины. Но тут ведь и Толстой же делает то же самое. Толстой тоже не боится пойти одному и назвать не спровергнуть устоявшиеся идеалы, идолы, уж не знаю что. Удивительно, что он так не приемлет это у Ницше, потому что он сам идет против всех. И вот тут во имя чего идти, потому что да, можно идти против всех, но тут вот как раз показывает, есть эта основа нравственная или ее нет. Ну, для Толстого основа нравственная классическая триада, вот эта, о которой я говорила, а для Ницше это земля неведанного. Мы не знаем, к чему мы придем. Главное, оттолкнуться от берега, а дальше это все сложится в процессе такого путешествия для ной в жизнь. Спасибо. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Вот я оттолкнусь от того, что вы говорили, творить играя, сколько-то довольно давно, мне пришлось как раз заниматься проблемой игры у Ницше. И получается, что там, ну, собственно, довольно стройную теорию можно создать, много высказываний в разных книжках. Когда вышло 13-тонное издание, я обратил внимание на 6-й, 13-й тома, да, вот как раз последние годы, 87-й, 88-й год, они нам дают вот то, ну, как бы возможность соотнесения жизненного плана и плана исследовательского текста и так далее, да. И обсуждая, вот прошло 20 лет, я обратил внимание на то, что, например, вот Арсений Гулыгарас, значит, который считал, что не надо слишком много о Ницше вообще говорить, да. Второе, значит, совсем недавно в Институте психологии мы обсуждали, почему Рубинштейн Сергей Леонидович, ну, практически нигде не называет Ницше, хотя хорошо его знал. Оказалось, что это не случайно, а как бы это отвечала Абульхана Новославская, вам известная, да, которая, ну, говорила, что ну, были и некоторые вопросы, нельзя было это публиковать, это конец 50-х годов особенно, но главное он считал, что вредно обсуждать Ницше, почему, потому что это главный, и она называет только другие проблемы, Ницше и буддизм, которые ведут к деструкции субъекта. Вот я бы просил вас прокомментировать, значит, это первое, как бы первый вопрос, почему вот та эпоха, да, и вот представители этой недавно сказанной школы Рубинштейна, вот этот подход, он как бы противоречит гроту XIX веку, который обсуждали, говорили, да, и вдруг вот 50-е, 60-е и далее, вот некое молчание, и вдруг перестройка, вот прежде всего ваши работы, и опять гигантский всплеск, я бы сказал, ну, наверное, Ницше больше всех повезло, вот именно на этапе уже не то, что 2000-х, а 2010-х годов. Спасибо большое, ну, насчет того, что повезло, то сложно сказать, ему всегда унесет одинаково, такие бывают интерпретации, что, не дай бог, уж тут непонятно, повезло или нет, но о нем говорят всегда, это точно. Но 50-е, 60-е годы, это печальная ситуация, ну, есть внешние факторы, безусловно, мы знаем, что по указу Крупской в 23-м, 24-м году Ницше был изъят из библиотек, книги и перепочевали в спецкраны, официально преподавать и говорить о Ницше было нельзя. Хоть надо сказать, что я знаю, что в 70-е годы это уже было можно. Я читал лекции в МГУ, несколько курсов о Ницше, и мне вот люди, жившие в то время, не единожды говорили о том, что в букинистах можно было запросто найти Ницше. По крайней мере, на немецком языке это не было проблемой. И даже иногда в Минской библиотеке можно было в открытом доступе взять книгу Ницше. Однако писать, конечно, было невозможно. Я вот тут с легкой руки, в нашем институте работает очень такой добросовестно, интересный архивист Сергей Николаевич Курсаков, начала заниматься архивами именно вот советского периода, связанного с Ницше. Собственно говоря, подведен у меня к этому вопрос одного моего коллеги, Алексея Круглова, который спросил меня, а вот почему, скажи мне, почему, паржи, вопрос как порадишь немножко, вот все спорили о Кальте, о Гегеле в связи, там вот в советские времена, почему никто не писал о Ницше, тот же Асмус, почему о Ницше он не писал, а все обо всем сказали, как можно было. Что же это такое? Выяснилось, что, во-первых, такого запрета, конечно, жесткого не было на остальных, во-вторых, они все писали, и у Асмуса я нашла в архиве статью о Ницше, и более того, в 20-30-е годы огромный корпус в архиве, никто эти статьи не видел, я там, первый человек, который, собственно говоря, теперь вот пишу, что я взяла этот текст, безумное количество статей, они все очень разные, в общем, в духе того, что можно было ожидать написано, но Ницше действительно интересовал со страшной силой людей, люди пытались о нем писать, но это было невозможно напечатать. То есть все эти статьи лежат, вышел в 30-е годы сборник по борьбе с фашизмом, один, где была статья Бернардинера, хоть в этот сборник писало 7 статьи, а Ницше, которые все лежат в архиве, и статья Диболина никогда не опубликована, и статья Асмуса никогда опубликована, и многих других великих философов того времени, известных, по крайней времени. Что касается 50-х годов, здесь мне сложно сказать. Ницше же считал себя психологом в какой-то мере, он говорил, что я, в общем, не философ, я психолог, единственный психолог, которым я научила, знаменит это все о Достоевском, и что он как раз, сложно сказать, можно ли, наверное, личность, тот идеал личности, который существовал в 50-е, 60-е годы, для него, для этого идеал, несмотря на то, что был разрушительным, потому что, ну, действительно, вот идеал, созданный по, там, кодексу коммунистической партии, достаточно целостный, но не выдерживающийся прикосновения с действительностью, и те вопросы, которые стоят Ницше, в принципе, вопросы, классические вопросы, еще изнущие от греческой философии, ничего нового-то не прибавляется, но он дает на них свой ответ, и это тот ответ, который нельзя было дать в идеологической сфере. И, наверное, попасть в ситуацию дневной и ночной жизни, когда ты не можешь что-то сказать, и делаешь определенную для себя самоидентификацию такую, а внутри говоришь о другом, это приводит действительно, наверное, к психическому нарушению, это же невозможно выдержать. Вот, я думаю, вот... Вот, и тогда второй вопрос, он касается как раз уже Толстого и Ницше, да, вот ваши интеллектуальные усилия, связанные с ближением этих фигур, как бы диалектически необходимые, вызывают вот какое, как бы, размышление, комментарии. Я думаю, что очень важно, при всем, вот, всех оттенках, очень полезных, что действительно, конечно, Толст Ницше у Гитлера нанесла очень существенный ущерб, как мы сейчас на Хайдегере, там, на других людях видим, да. Но, все-таки, главная проблема, это проблема того, что Толстой, если мы соотносим идеи художественной образы, созданной, и собственную жизнь, да, интегрируем их в единое цельное мировоззрение, да, и мы видим, что Толстой, в общем, шел в жизни к цельности мировоззрения, при всех тех изменениях, которые были, мы его встречаем, ну, перед тем, что мы называем уходом, личность очень цельной, мировоззренчески продуманной и так далее. В то время, как, вот, опять же, обращаясь к тем годам жизни Ницше, да, предшествующей полному безумию, мы видим предельно расщепленное, я бы сказал, не сознание, а самосознание сознания, да, потому что у Ницше самосознание где-то доминирует в его, вот, цельной осознанности, и отношение Ницше к миру, оно предельно, ну, мы бы сказали, смыслово разорвано, да, и вот эта игра, с которой я начал вопрошание свои, она была ширмой, за которой было прикрыто вот это очень дифференцированное, утонченное, но разобщенное, то есть он шел путем дезинтеграции своей целостности, которая, может быть, была у раннего Ницше, времен вагнеровских увлечений и так далее, да, вот его дионисийство и даже язычье, все расщепилось, и в этом смысле мне, как психологу, совершенно понятно, что он сам сильно себя через самосознание подтолкнул к тому трагическому десятилетию, которое ему пришлось пережить, в отличие от тех лет, которые были у Толстого, да, и даже у Владимира Соловьева, который жизнь закончилась в один год, поэтому есть что сравнить, да, предельная целостность и предельная дезинтегрированность сознания и самосознания в Ницше, поэтому я думаю, что все-таки разного больше. Может быть, разного достаточно, но я вот насчет дезинтегрированности, мне кажется, это определенная, ну я не знаю, я не психолог, но это определенная модель, наверное, выстраивания того, что ампутировали, вот фантом какой-то своей жизни, которая не может быть прожита, то есть то, что он бы мог прожить и то, чего лишило его отсутствие здоровья, он выстраивает своих произведений, и он дает надежду тем, кто лишен вот этой вот опытности, я даже не знаю, нормальность или ненормальность, может быть, человек, оказавшийся там, вот недавно совершенно мне довелось общаться с слепо-глухонемым человеком, который является доктором психологической науки, вы, наверное, знаете Суворова, да? Ну вот кто нормальный, кто ненормальный, тут срожно сказать, потому что его возможность восприятия, она в сто раз превосходит нашу свадьбу. Он цельный исключительный человек. Да, цельный исключительный человек, но он в другой ситуации находится. На мой взгляд, Ницше в своей ситуации максимально сохранил себя и показал, что это возможно. Я вот не считаю, что он себя как-то разрушил. Дело в том, что, например, вот эта вот последняя история, когда он сам понимал, что он на грани безумия, и писал после разрыва Сул Соломена, писал о том, что либо, ну вот то, что он уже писал, все это дерьмо, в котором я оказалась превратиться в золото, если я напишу это в текст, выльется, либо я погиб. И вот какое-то количество времени, в 83-м году, там, 85-м заканчивается Заратустра, сходит с ума он в каком году? В 89-м. Нет. В 88-м году, по-моему, в январе 89-го это происходит. То есть какое-то время еще сколько, 6 лет ему удается прожить. Мне кажется, что вот его философия и его литература были целительными для него, в его ситуации, потому что, конечно, ну тут уж, собственно говоря, диагноз мы не знаем. То есть в форму есть там разные предположения, что это паралич, что это сифилис, что это разные были варианты, но явно было какое-то наследственное заболевание, безусловно. И вот так себя сохранить, писать, работать в этой ситуации, создавать образы, в общем-то, живые в 21-м веке, определяющие мыслительные какие-то вещи, это, мне кажется, не разрушение себя, а созидание. Спасибо. Пожалуйста. Вы философ, а философы обычно любят, так сказать, какую-то классификацию, так сказать, среди философов, ну там первые уровни философов второго уровня, ну а это, в общем, какой-то там третий степенный философ. Вот, судя по всему, Ницше – это все-таки первостепенный философ, это сильный философ. Понимаете, его будут изучать всегда, понимаете, и вот это какая-то особенность, конечно, это его осмысление индивидуальности человека, и именно проблема вот поиска Бога в индивидуальном сознании или в коллективном сознании, вот это та яркая проблема, которую, мне кажется, он и озвучил, понимаете, но это яркий, сильный философ, которого мы будем изучать всегда, понимаете, и, конечно, значение Ницше, оно лежит в сфере антропологических концепций вот современности, осмысления, кто их человек, понимаете, вот это без осознания индивидуальной силы, так сказать, вот, собственно, он и показал, что вот поиск Бога в индивидуальном сознании – это такая же возможная вещь, как поиск Бога в коллективном сознании, вот так, но это сильный философ. – Я не могу так сказать согласиться. – Спасибо. – Если даже сравнивать его стал стрем, то я бы сказала, что достой, то, может быть, какое-то второстепенное, третьестепенное философ. – Вместо массы я первой стремлю. – Я так поняла, что это… мы уже перешли к репликам, и если у кого-то есть желание высказаться, а не только задать вопрос, то, пожалуйста, если есть реплики. – У меня что-то по слову скажу. – Владимир Натальевич Полус. – Я, в общем, одобряю главную мысль, которая была рассказана вот о кладбище, о том, что надо искать нечто общее в идеях этих двух замечательных первостепенных исследований. что бросается в глаза, и почему-то, по-моему, не было сказано. Но, прежде всего, оба они – это люди, остро ощутившие конец или наступление конца европейской культуры, как она понимала себя до конца последней четверти 19-го столетия. Они остро ощутили, что эта культура кажется последней степенью гибротации. Оба они не дожили до Первой мировой войны, когда их ощущение стало фактически подтверждено реальным ходом истории. Они отнеслись к этому с одинаковой остротой, но пришли к разному углу. Общее у них – то, что они поняли весь ужас пути лжи. Ницше и Толстой ненавидел ложь. Как мы к ней не относиться, к этой нервности? Один из главных порогов культуры, признаков ее гибели, деградации – это то, что она заменяет ложью правду, истинную правду. То, что она начинает жить оболочками идеи, но не самими идеями. Она живет словами, за которыми уже нет и переживаний, а не смысл. Это они оба хорошо ощутили и показали. Но вот пути у них были разные. Если конец так близок и так неизбежен, возможно, то как отнестись к нему? Толстой предлагает найти стержень, на котором можно остаться и закрепиться. Толстой предлагает спасти культуру, спасти ее от разложения, декаданса, деградации, от тех пропастей, куда она на плод скатится. И ищет опоры в идеях. Он жертвует всем. Он идет очень далеко. Он даже готов радикально изменить вероучение для того, чтобы спасти идеи, которые за него стоят. В этом смысле он рационалист. Я бы хотел сказать, что сам термин рационалист надо понимать очень широко. Совсем не то самое, что в учебниках написано. Рационалист – это человек, который верит в разумность бытия и возможность этой разумности стать ясной для человека. Нет, это совсем не то. Рационалист – это тот, кто ищет опоры для мироздания культуры в идеях, которые для этой культуры являются основными, фундаментальными. Ницше идет по другому пути. Когда он говорит, что падающий полдни, то это относится не к инвалидам, не к людям с слабым здоровьем или моим опытом. Это относится прежде всего к культуре. Вот та культура, которая веет перед собой – это культура безнадежна. Ее нужно преодолеть. Нужно выйти за ее пределы. А что за этими пределами? Что там нас ожидает? Он не знал. То, что выйти надо – это он знал. А вот что там можно встретить – трудно сказать. Потому что там можно встретить повторение, вечное повторение одного и того. А можно надеяться на то, что изменятся и основные идеи. Вот человек вправе решать, как жить, быть ему на стороне добра или осознанно идти на то необходимое зло, которое неустранилось в жизни, которое нужно встречать, и нужно встречать его достойно, не паниковать, не падать в обморок при его виде, не исходить ненавистью и желчью, а жить сознанием того, что зло – это достойный противник и нужно с ним бороться. Если Толстой надеется на скреп, извините за это модное словечко, довольно дурацкое, но тем не менее… Евгений Трубецкой вводит в баронку. Ну, плохое слово. Оно вызывает у меня такие плотницкие ассоциации. Но скреп, да? Толстой надеется на то, что можно скрепить. Надо только избавиться от трусости, надо избавиться от того, что мешает, объяснить наконец, что мешает, да? Разъяснить разницу между добром и злом. И тогда скрепы заработают, все соединится. А Митчо в этом сомневается и в это не верит. Он думает, что все-таки надо не скрепами спасать культуру, а изменением центра тяжести. Центр тяжести культуры должен лежать не в скрепах, не в идеях, стоящих над человеком, подчиняющих человеку. А центр тяжести культуры должен переместиться во внутренний мир человека. Если этого не произойдет, никаких скрепок не удержит. Ничего нельзя сделать. Это все равно, что спасать мертвого при парке или картишниках. Ницше, я не знаю, там Гитлер, конечно, и фашисты его использовали, но, на самом деле, Ницше антифашисты. Гитлер против идеологии нацизма. Он против тех приемов, с помощью которых нацисты пытались исправить тот мир, в котором они жили. И не потому, что они мерзавцы и палачи, а просто потому, что они подчиняли себя идеям. Идеям, которые они считали правильными, которые, по их мнению, вели к улучшению этого мира и спасению того, что нужно было оставить от культуры. А Ницше в это не верит. Ницше – это человек, который устремляет глаза, духовные, душевные, во внутрь человеческого мира. Вот там нужно найти опору. А там встречает его полная неизвестность. Ведь хорошо тем, кто верит в идеи. Эти идеи можно перечислить, их можно пересмотреть, можно их анализировать. А вот что человек может найти в самом себе? Если он там найдет те же самые идеи, ничего не получится. Значит, он должен найти в себе какие-то силы. Силы, которые позволяют ему, позволят, может быть позволят, стать основой для своей собственной жизни и для жизни других людей. Вот эту устремленность во внутрь человеческого духа, которую Толстой тоже знал. Он как художник это делал. Но он боялся этого как мыслитель. Потому что он боялся, что внутри человеческого духа он найдет то, что, скажем, я толкнул Анну Каренину под колеса пояса. А сам ее толкнул под колеса пояса? Ну, сам, конечно, да. Но все-таки погибла Анна Каренина не пояса. Вот это он боится. А Митша не боится. Да, кто-то погибнет, кому-то это будет не под силу. Но человек, который поставил перед собой вот эту великую задачу, найти в себе силы для того, чтобы мир не падал в бездну, вот эта задача Митша была поставлена. Как он сам с ней справлялся? Ну, трудно сказать. Он хотел от человека больного, непонятого. Что он нам завещал? Ну, трудно сказать тоже. Вот эта идея распада внутренней действительности на противоречащие, на противоположные части, она тоже проявляет Митшу. Митша говорит, в нас живут разные люди. И как они там все между собой договорятся, этого никто заранее сказать не может. Главное только то, чтобы не бояться этого разговора. Надо, чтобы этот разговор состоялся. Вот эти пути разные. Я, простите, знаю ваше время. Вот это разные пути к одному и тому же. Мне кажется, что вот в докладе о Юле это было хорошо схвачено. И это я одобряю. Спасибо. Еще у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, мне говорите, что еще один пункт, который сближает Митше и Толстого, это религия. У нас такое представление, что Толстой как бы не особенно верующий. На самом деле он верил, но суть эту не особо. И меньше. Почему в России так воспринимается еще ниже и компартия, и религия в какой-то степени. Я бы хотел, чтобы пару слов о моем понимании. Потому что философское учение Толстого, ну, например, парадокс, когда воюет православный с православными, это у него голову не укладывалось. Это не то, что он не верил, а не понимал такой сути, как это так может быть. Ведь верующие люди идут и убивают друг друга. Вот и у Митше в какой-то степени никто не скажет, что он сын священника, что он был абсолютно безбожник. Вот как вы вот. Ну, вы знаете, я думаю, что для любого верующего человека, тем более для человека, который претендует на то, чтобы высказывать свои мысли вслух, в данном случае это Ницше и Толстой, совершенно очевидна борьба с институтом религиозным. То есть то, что сделали люди с Богом и с религией, совершенно не имеет ничего общего с самой религией. И оба они, каждый на свой лад, говорили об этом, кричали об этом и пытались это изменить, по крайней мере, в собственном восприятии. Я думаю, что то, что Ницше сделал, это действительно… Я знаю, что вот я начала говорить, не договорила, что вот эта интерпретация Ницше как язычника, а теперь как неоязычника, сейчас очень популярна. Поэтому я сказала, что во втором десятилетии XXI века Ницше не очень повезло. Сейчас период как раз анти-Ницшанский, на мой взгляд, потому что есть достаточно сильная идеологическая такая, ну я бы сказала, атака на Ницше, как на неоязычника. И говорится о том, что вот благодаря Ницше, благодаря его не классическому взгляду на европейскую культуру мы имеем, я не знаю, все тут. Однополые браки, автаназия, планирование и все такое. Хоть, в общем, ничего ужасного я во всем этом не вижу. И все это существовало и в классической культуре, на разные лады. Ну не все, но многое. И, собственно говоря, да, вот попытка как-то сделать из Ницше не христианина, а язычника в плохом смысле этого слова, она сейчас очень варьируется. Но, на мой взгляд, Ницше именно и пытался найти дух христианский, где совесть и буддизм через Шопенгауэра, как Толстой. Найти суть религии, найти суть Бога. Не в каком-то конфессиональном выражении, а Бога личного. Спасибо. Юрий Владимирович. Тоже пару реплиц буквально. Ну вот сначала о том, что сближало Ницше и Толстого, или в чем, если можно так сказать, они были, что называется, друг другу близки. Тоже вот, да, оценки религиозности Толстого. У Ницше в антихристианине там есть такая оценка, что Толстой и Достоевский, они как бы олицетворяют христианское сострадание, и тем самым Ницше как бы признает, ну, логическую завершенность по толстовской позиции. Мы знаем, что Толстого критиковали со стороны церкви за то, что он якобы отходит от христианства. Для Ницше Толстой он вполне христианский мыслитель. И его позиция является, ну, логически завершенной в этом плане. А у Толстого есть такой любопытный отрывок, он в круг чтения включал мысли разных философов, религиозных деятелей, вот там есть отрывок из статьи Ницше, католицизма и христианства. Наверное, надо тут проводить специальную исследовательскую работу, чтобы выяснить, что туда Толстой добавил, как он его подредактировал, потому что он, как правило, редактировал вот все эти отрывки, которые включал в круг чтения, это уже доказано. Но, тем не менее, там Ницше критикует римско-католическую церковь, доказывает, что эта церковь далека от истинного христианства, что на самом деле христианство это совсем другое, да, что Христов боролся против того, что утверждает церковь. И здесь он как бы сближается с Толстым. Почему Толстому понравился этот отрывок? Пусть Лев Николаевич тоже самое писал о русской православной церкви, но, в отличие от Ницше, он вот это вот истинное христианство, первоначальное христианство воспринимал со знаком плюс, а не со знаком минус. Но вот логическая завершенность тут вот тоже прослеживается в позиции. И еще вот реплика по поводу Ницше и фашизма, точнее национал-социализма. Мне кажется, вот я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, насколько уместным является вот такое сравнение. Ну вот были теоретики там утопического коммунизма, социализма, да, и были те, которые осуществляли у нас с 18-го года красный террор. Значит, да, наверное, вот в этих теориях было больше, значит, идей, касающихся там равноправия, социальной справедливости, там равенства братства, нежели там уничтожения себе подобных. И трудно обвинить вот теоретиков утопического социализма в том, что, значит, творилось вот в нашей стране в годы гражданской войны. Но если мы все-таки вот будем изучать эти идеи, то мы поймем, что там была не только социальная справедливость, то есть там были и какие-то, было какое-то стремление к тоталитарной форме, да, наверное, и у Компанеллы и так далее. Мы можем вот это вот найти, мы можем найти тот зародыш, который потом вот превратился в то, что вот имело место в нашей новейшей истории, точнее, в начале новейшей истории. И Ницше, ну да, конечно, его идеи там неправильно интерпретировали и так далее, и так далее, и так далее, но все же зародыш этого был. И что бы там ни добавляли, ни как бы не интерпретировали его, все же вот какая-то ответственность, видимо, на философии лежит, поскольку, ну, не случайно, очевидно, вот выбор остановился на этом философе, и не только деятельность Ферстера Ницше этому способствует. Ну, спасибо большое за Ваш вопрос. Собственно говоря, этот вопрос я поставила в той книге, которая вышла в прошлом году, мы сделали с моей подругой такую книгу, которая называется «В предрехническое наследие проект», там присутствует тридцать, если я не ошибаюсь, тридцать четыре философа из пятнадцати стран, которым мы задали пять вопросов. Один из них, ответственен ли Ницше за идеологию национал-социализма? Для меня это принципиально важный вопрос. Лично я отвечаю на него, что нет. Не ответственен, это скорее то, что происходило в головах у тех, кто, собственно говоря, его интерпретировал. Интерпретировать его было не из-за того, что там скрывается зародыш фашизма, а из-за того, что он писал очень ярко, афористично, и его язык крайне притягателен и повернул в смысл. Но если мы вернем, то очень легко сделать все, что угодно. Но ведь эта проблема существует, начиная от Платона с его государством, Руссо, насколько он повинен за зверство французской революции, насколько Маркс повинен за то, что происходило в год военного коммунизма. И этот список можно продолжать, всегда можно найти виновного. Но виновен-то не тот, кто высказывает какую-то мысль, совершенно не подозревая о том, как ее проинтерпретируют, а тот, кто… ведь у людей этих уже была своя концепция, но у них не было достаточно ярких слов зовущих, и они, естественно, стали искать, что бы им могло помочь. Так в том-то и дело, что не случайно уже они остановились? Нет, на мой взгляд, это случайно. Они остались случайно просто потому, что это был очень яркий мыслитель, чувствующий происходящие в жизни перемены. Действительно, вот я уже говорила о том, что он сам говорил, он называл себя динамитом, он говорил, что то, что он высказывает, он последний в ряду вот этой классической традиции, чувствуя ее уже бессилие, которое он зафиксировал. И воспользовавшись этим, как бы предлагаются другие ценности. Но можно предложить любые ценности. Я не вижу тут… я принципиально противник вот такой интерпретации. Но хотя в нашей книге вот эти 30 наших 4-5 акторов, в общем, на разные лады никто не ответил, что повинен. Сын, там были вот интерпретации вашего плана в меньшинстве, но в основном там очень яркие, четкие характеристики, на мой взгляд, против вот этой концепции. Чем хороша эта книжка? Тем, что люди писали либо на английском, либо на немецком языке, либо на французском. И мы все перевели на русский язык. То есть это вот такие параллельные тексты. Там было пять вопросов. Какое влияние оказала философия Ницца на культуру, вашу национальную культуру, его влияние на 20-й век, на 21-й век. И еще вот фашизм. И я задаю еще вопрос о вечном возвращении, как вы интерпретируете эту концепцию. В общем, очень интересная такая подборка современных мыслителей и именно ответы на эти вопросы. Но вот там, кстати, разноголосится, вот в ответе на ваши вопросы, но и вам ответ категорически нет, на мой взгляд. Об ответственности от Толстого. Если говорить об ответственности, то на Толстого, Твердяев, возлагал ответственность за русский язык. Нет оснований. Почему? Потому что Толстой не был идеологом революционного насилия. Нет. Он этого и не говорил. Но вы помните в статье о духах русской революции Толстой был назван едва ли не самым главным виновником русской революции, потому что он разрушал устои. Он подорвал веру в то, что российская государственность вообще как таковая имеет ценность. Можно согласиться с Бердяевым и отвинить Толстого в том, что он был одним из главных динамитных снарядов, подложенных под русскую господину. Еще минуточку. Один из персонажей статьи Булгакова, Сергея Булгакова, он грубее, чем Бердяев был. Он говорил так, что дело не в том, что он подорвал веру, а дело в том, что идеи Толстого мобилизовали массы. Массы были мобилизованы на отрицание всех ценностей, которыми жила русская культура до 17-го. Но давайте сейчас возложим ответственность на Руссона. У каждого из мыслителей, оставивших какой-то след в эпохе, можно найти такую мысль, которую можно перевести на современный язык. Ответственность – это сложное дело. Я уже не говорю о Марксе, но у нас сейчас на Сахарова возлагают ответственность за развал Советского Союза. Что тут говорить? Это та же самая логика. Я просто пару слов хочу сказать. Да, конечно, можно кого угодно в чем угодно обвинять, но Толстой совершенно четко выступил противником революционного насилия. Это во многих. Да, он был противником государства, но очень многие были противниками государственной власти. Тут кого угодно можно обвинить в революционном насилии. Я речь веду о идейно близких, о зародыши неких идей, о некой теоретической основе. Понимаете? Вот Руссо, может быть, да, может быть, больше оснований обвинять Руссо, хотя и тут французская революция и Руссо все-таки довольно далеки. Да, у Руссо в общественном договоре можно найти фундамент революционного насилия, обоснование революционного насилия, но не более того. Толстой и Русская революции, наверное, они, наоборот, прямо противоположны. А вот если говорить о Ницше и не только о национал-социализме, но и о итальянском просили, о целом ряде правых течений, крайне правых течений, которые были распространены. Да, Русский, когда мы не сделали Ницше, но Чарский прямо об этом писал. Если хорошенько покопаться, у Ленина нужно идти сколько угодно Ницше. У Ленина на столе стоял Ницше. Ну, что я хочу сказать, что он, конечно, Ницше не мог писать против национал-социализма, поскольку умер, значит, раньше, но все его последние письма и работы, они совершенно четко антирасистские, антиантисемитские. И даже тот отрывок, который я от 1870 года, то, что он пишет, что любой национальный подъем опасен разрушением культуры. Мне кажется, ему куда еще разновечить? Да, но потом все-таки какая-то эволюция произошла. Нет, никакой эволюции не происходило. В этом плане нет. Наоборот, когда его сестра вышла замуж за Фестера, идеолога расизма немецкого, он не приехал к ним на свадьбу, он разорвал все отношения и говорил, что она позорит его имя, и это невозможно. Нет, нет, если вы почитаете его письма и то, что он писал в последних работах, это абсолютно очевидно. Просто вы читали Толстого, знаете, его очень здорово. Ницше, наверное, в меньшей степени какие-то не классические вещи, но, на мой взгляд, тут двух мнений не остается. Все, что он писал, абсолютно свидетельствует о том, что он был бы против национал-социализма. Был бы. Был бы, да, я говорю, свидетельствует об этом. На мой взгляд, тут сомнений не вызывает. Против национализма, наверное, пусть национал-социализма тогда еще не было как-то. Ну, естественно, не было, конечно, об этом и сказал, но... Нет, нет, я не думаю. Против основных интенций национал-социализма явно он был. Я думаю, что он бы и сам, наверное, кончил бы в печи Освенцеву или какому-нибудь другому влагу с его взглядами и с его честностью. Очень скоро. Ну, пожалуй, мы будем заканчивать. Спасибо. Спасибо большое за здравствуйте. Спасибо. Спасибо.